Поехали. Так, ребята, вот мы вроде как наше место. Сейчас уже вечер, ночь не спали. Ребята, это самое сложное. Вот мы все это сделали. У нас было столько вещей, казалось, как они поместятся. Ну как-то поместились. Вот я сейчас смотрю, что на бок ушло. Сейчас еще надо будет туда подровнять. Каким-то чудом 10 наших вещей помещается все-таки. Ребята, вот это счастливый момент. Когда мы уселись в лодку. Для того, чтобы нам это сделать, мы проделали кучу всяких телодвижений. Все, слава богу. Дарья, там нормально? Я не вижу. За тобой не видно. Как там? Смотрите, нормально за Николаем. Тебе надо будет периодически как-то смотреть. Только в прошлый раз. Ты там сильно спиной не облокачивайся, ладно? А то там все очень так это держится. На резиночках. У нас как-то будет такой момент. Несать не будем про него. Смотрите, какие нежные оттенки весеннего берегового леса. Нашу лодку как-то парусит очень странно. У нас боком идет. Но зато мы двигаемся достаточно быстро. Вот если на берег смотреть, вдоль берега, то кажется, что быстро. Наша лодка норовит все время влево уйти. Прямо так сильно крутит. У нас два варианта. Или то, что стабилизатор сдвинулся. Или то, что лодка на левую сторону наклонена. Где-то лодки. Она не подвела лодки. Оба-на! Это птичка какая-то. Это птичка. Ой, подожди. Это рыбка. Нет, это птица. Прямо уху. Чайка была. А ты еще знаешь, куда она делать пропала? Сейчас появится. А? Появится. Но это 100% была птичка. Вон она появилась. Две даже утки. Тепло ли тебе, колюсенция? Мне так очень тепло, например. Хотя вода такая холодная. Стыла и ледяная. Стыла и ледяная вода. Вот кажется, там, где вот такой мыс, мне кажется, что там уже начинается фокс и вирта. Ну, сейчас посмотрим. Залиты качели и лестница. Ой, и горло. Водой залиты. Паводом. Странные конструкции. Да. Ну, кстати, в Таиланде есть такие качели, которые над водой. Вот. Но тоже это мы весной были. Да, интересные качели такие большие. За них прям как будто лежать можно. И березки вон там тоже под водой, видишь. Вот эти вот впереди. Интересно, как поменялась война. И нас теперь... Кто нас от берега очень сильно не спорит. А теперь нас очень сильно вверх. Не знаю, что это. Ура, ребята, смотрите. Это вход в оксу вирту. Мы потихоньку подгребаем. Пусть прям в воду и такой прям светет весь красиво. О, сзади черный дым какой-то. Смотрите, над лесом черный дым. Что-то горит. Оно. А где у нас леска? А вот по воде. Главное, еще так зацепилась далеко. Теперь на высоту. Так, вижу, вижу, где. Так, подплываем. К месту. Нет, надо опухнуть. Я ее вижу, вижу, да. Ну, я факту, что надо же, как далеко мы. Ты так сильно леску отпусти. Давай, 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 давай. Не пуси. Не пуси. Говори себе опуши. Ой, блин. Что? Смирный, блин. Остановись, ничего не делай. Брось все, все. Все бросила. Так, води. О, ура, достали, ребята. Теперь плыви вперед быстро. Сейчас я покажу. Ага. Полбухты нам пришли подниматься. Обратно, не полюбуху. Сильно леску распустил. А? Распустил сильно леску-то. Ну, любишь, все просто не убирают. Так, ну, что-то вот, как-то вот такое место интересное. Думали, что это вход. Но сейчас пока мы не видим, где там крепко нам нужно входить. Как-то... В кусты здесь. Вроде как, впереди леса нет. Ну, там кусты такие, как бы, ну, наверное, через эти кусты. Не, дядя, это что-то сделано. Какой мусор такой, без облака. Лисовый трактор. Так, вот, не знаю, видно. Где красная точка, это мы тут сейчас стоим. Смотрите, ребята, как серебрица асока как-то по-особенному. Сейчас где-то половина пятого уже. Но у нас закат девять вечера будет. Так что у нас мы можем грести сколько хотим. Воксы, вирта вдаль уходят. То есть мы такую небольшую захаботину объехали с асокой. И на карте она показана, видимо, когда вода невысокая, здесь суша. И вот мы увидели уже вдаль. Здесь острова с хорошими стоянками могут быть. Поэтому найдем островок с стояночкой хорошей и остановимся там. Или посмотрим, в общем. Еще мы пока сейчас рыбачить будем. И грести. Воксы, вирта. Интересное название такое. Мы сквозь асоку продираемся. Так, ребята, плывем на другую сторону вирты. Потому что здесь более высокий берег. И там можно найти какие-то хорошие стоянки. Справа вообще все затоплено. Хотя домики рыбаков есть. Мне кажется, там дурелом как-то. Нет, там есть хорошие места еще. Смотрите, какие тут надолбы. Я не знаю, что это за надолбы. И сейчас еще две лодочки там есть. Еще в пяти. Сейчас будем проезжать. Вон там лакает. Какая-то стоянка, наверное. Вон там. Что-то там не пробуемся. Какой-то клеем, вроде пакетом. И здесь дорога. Не будем же мы рядом с дорогой. Ой, куда-то мы заехали. Так, ребята, вот мы вроде как бы... Вроде как наше место. Там стол есть даже. Вот мангал стоит. И песочек. Ресторан хорошо. Ну, место такое веселенькое, солнечное. Так, все, ребята, место нравится. Нормально. Вон там у нас. Где-то. Немножко пройтись. Ноги затекли. Так, вот видите, стол гигантский. Абсолютно. Громадный просто вообще. Для великанов. Стол для великанов. Где он... На нем такой фуршет. На нем готовить удобно зато. Сейчас уже вечер. Ночь не спали. Поэтому... Песочек. Хорошо. Сейчас найдем местечко хорошее какое-то. Так, ребята. Я нашла вот там уютненькое вот такое вот место. Вот сейчас туда вот заедем. И там вот так вот вверх. И как раз там стояночку хорошо поставить. Как бы подальше от воды там. Ровненькая. Площадка хорошая. И дрова есть. Расставились. Нашли хорошее местечко. Вы уже видели. Мы набросились и поужинали по-быстрому. Там яйца. Майонез. Капусту. В общем, лук. Чеснок. И это самое. И Коля пошел за водой. Мангал притащил. И хочет все-таки горячим чаем нас напоить. Так что вот. Птички поют. Ну так, свежо, конечно. Бодрячок такой. Значит, через где-то 50 минут зайдет солнце. В 9 часов. Пока вот так. Достаточно быстро костерок разогрелся. Скоро у нас будет горяченький чай. Раскидали всю лодку. Затащили там. Перетащили. Но я вам хочу сказать, что от земли, конечно, тянет. Меня теперь радует, что у нас есть такая одна штучка, которой мы можем накрыться поверх спальников. Ну, вот физически я не то, чтобы сильно устала. Просто мы не спали целую ночь. Поэтому... А так вообще приятно, что новое место. Классно так. Приятно. И хорошо, что сегодня целый день солнца было. Это очень-очень радует. О, у меня моя чашка тут есть, оказывается. Я не знал, что я ее взял. Так, ребята, ну, чай горячий. Вечером, когда село солнце. А тут есть этот... 2 мая. Дай еще пакетик. Да. Это не колюська, герой. И как-то сразу тепло пошло. Даже глядя просто на огонь, уже как-то становится теплее. Реально вам скажу. Севские пороги. Здесь вот такая вот оборудована кафе. Тут турбазы и так далее. Вот. И сейчас Коля пошел в ту сторону. Там нам нужно перейти через автомобильный мост. А это вот здесь вот, через автомобильный мост. Вот это какой-то. А это переход. В общем, он пошел узнать, как нам дойти до берега, с которого мы могли бы начать сплав. Ситуация такая, что у нас сплав многодневный. Значит, мы начинаем в Лосево. Идем по Воксе. Потом уходим направо. Вокса Вирта, так называемая. После Вокса Вирта, там идет какой-то канал в Балахановское озеро. Из Балахановского озера нам нужно попасть в Тростниковое. И там где-то тиверские волоки, так называемые, есть. То есть где-то ты тащишь лодку, такой узкий канал. И где-то даже надо просто по суше протащить вещи и лодку. Волок, настоящий Волок. Вот Вокса здесь. Короче, доставимся к берегу, перекусим, утеплимся, потому что прохладно. От воды прямо идет холодок такой. Главное сейчас вот нам найти путь, чтобы такси не брать, а как-то самим спуститься потихонечку. Челночным, наверное, способом каким-то. Ну, посмотрим. Хотя вот Коля как-то тащит четыре, я шесть. Но у меня полегче они, поменьше. А у него, особенно два баула у него тяжелых. Один с продуктами. Это самый такой, как бы, тяжелый всегда с продуктами. Вот, а второй. Что у нас во втором там? А во втором наши спальники и так далее, они не очень тяжелые, не нормальные. Ранняя весна. Сегодня 2 мая. Мы еще так рано вот на длительный сплав с палаткой не выбирались. Вот, первый раз. Хотя мы в свое время жили в Ольгина. Десять дней в апреле даже. Начиная с середины и к концу апреля. Еще снег лежал. Вот там в Ольгина, это рядом с Финским заливом, там такой песочек. И вокруг, как бы, от ветра защищено кустами, деревьями. И там прогревалось днем, хорошо было. А ночью такой стылый-стылый был воздух. Небо со звездами яркими. И луна такая, полная луна. Помню, красиво. А мы на бренах там сидели, любовались. Так что, хорошего нам путешествия и вам вместе с нами. Так, ребята, вот смотрите, мы проехали на такси в Питере до Финляндского. Потом на электричке. Сейчас мы взяли такси для того, чтобы доехать до того места. Мы едем в Жемчужина, чтобы можно было спуститься, выйти к берегу. И против течения нам сейчас надо будет проплыть какое-то расстояние. У меня спалось было тепло. Хорошо. Даже жарко. Ой, а сейчас вот что-то. Вот ветер. Мне запушки надо видеть. Коля разжег костер, кипяточек, чаек. Мы уже перекусили вкусняшками всякими. Самое наше большое событие, что вышло солнце. Потому что с утра был дождь. Мы отсыпаемся сегодня. Вот костерок у нас. Опять еще горяченького чая делаем сейчас. Вот такие дела. Здесь приходили вчера вечером два раза два парня. Вот оказалось. Я решила, что здесь где-то рядом поселок. Оказалось, что нет. Вот здесь я прошла туда, в лес. И там на каждые пяти шагах десяти очень много лосиного фольмета. Вот. И прям, ну знаете, как будто здесь целое громадное стадо лоси ходит. Вот. И когда я вот так туда прошла, обратно я думала, пойду по другой дороге. И она меня привела к лагерю парусников. Парусный лагерь. Там, видно, ребят обучают на парусах ходить. Там сапы стоят, лыжи, палатки под этими самыми, под настилами такими. В общем, интересное такое место. И мы потом вот видели, снимали мы на такой зелено-желтый парус ребята ездили. Видимо, из этого лагеря те же самые. Там шахматы стоят под навесом. Две бани есть там. В общем, интересно. Но вот эта дорога, я не знаю, вот сейчас по этой тропинке к ним можно проходить. А так получается, что вокруг надо идти вот так. Вот, возможно, здесь можно как-то пройти, посмотреть. Так что жизнь продолжается. Сегодня мы днюем тут, а завтра нам надо выбираться. Потому что еда конечна. Мы тут прям роскошествуем. Всякие вкусняшки едим разнообразные. Вот, а путь у нас, хоть он где-то около 60 километров, но там будут разнообразные волоки, терские, тереокские. Боже, как они? Не терские, не тереокские, а тиверские волоки. Поэтому вот так. Вот место нам это нравится здесь. Большое поле такое солнечное. И ночью было очень тепло, спать хорошо. Слушай, а что это за газочная бутылка вон там наверху лежит? Вот леви от дятла. Что-то висит на верёвке. Это, видимо, достать, что ли, её надо. У нас тут ручки нет. Тряпка вон там валяется, тебе нужна? Ой. Ладно, я тебя отходил. Душко, а хвостик там, хвостик. Беленький, о, полетел. Ага. Думаешь, что там загадочное послание? А ты думаешь, что это у нас островок вообще, что ли? Не знаю. Надо вот смотреть. Вполне возможно, остров. Лодка моторная. На ней два человека. Такая красно-синий, серая. Такого количества лосиного помёта я ещё никогда не видела. Везде-везде-везде лес усыпан. На поляне много. Сверху, к счёту, мы тебя подкормим. Хоть дождь прошёл, но более-менее всё как-то уже высохло. Хоть костёр хорошо, даже один приятный. Рамок двух много. Сейчас посуду помыть. Термостанет. Вау, 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 вау. Такими маленькими можно. Очень хорошо листья горят. Начался закат, и мы вот донгу организовали. Закидываем. Вроде когда. Сейчас посмотрим. С кормушкой. Два крючка. Там внутри ракушкой. Под водичкой. Видите, беленький. Какие-то весенние грибы. И вот по мёд ночью появился ласка, наверное. Забросили. Здесь как раз Вокса заворачивает. Идёт она туда дальше, но сюда вот поворот на Воксу-Вирту. Три загуска, смотрите, хвостиком трясёт. Это наши пакеты лежат. С прикормкой. Сейчас весеннее солнце похоже на осеннее. Потому что на берёзах есть листики, а серёжки, они жёлтого цвета. И даёт такой жёлтизм. Этот путь, который мы должны завтра выбраться. Сюда поехать направо. Ребята, у нас поклёвка была уже два раза. Звенели бубенцы. Пока ждём. А что ты ждёшь, когда сильно начнут звенеть, 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 да? Ну, как-то так. Это же может быть какие-то мелкие там. Сейчас мелких мало же. Но уже есть мелкие мальки, я видела. Сейчас скорее ещё нерест только идёт. Такое сейчас закатное, яркое солнце. Ника вытаскиваем. Решили всё-таки проверить что-то. Ракушка, что ли? А, это наша, это... Так, верхний крючок съели. Тут обголодали червяка. Ну, вот была поклёвка, хотя бы рыба есть. Хорошо. Ребята. Костёр, цвет костра перекликается с цветом заката. Ребята, ужин готовим. Ника там и рыбку ловит. А я вот это... Макароны с фасолью и маги сделаем со специями. Костёр, цвет костра. Ночной, ночная трапеза. Значит, что у нас? Фонарик пришлось включить, потому что всё, заказ, значит, где-то приблизительно в 9 солнце село. Сейчас, наверное, полдесятого уже поставили чайничек. Макароны у нас, представьте, маги не нашла. Причём я её нашла, и опять она куда-то затерялась. Не хочет, что нам делать было волшебно. Сейчас, значит, с фасолью тогда, и вот со всем, что у нас есть. Питайтесь макарошками с фасолью. Кушайте горох, это очень полезно. У нас тут много чего. Лук, садури, морковка, майонез. Салат-латук. Да, майонез. И, конечно, десерт. Ты правильно понимаешь, что лучший десерт для меня салат-латук? Да. Отлично сварилась пачка. Хотя воды было немного, я добавила побольше масла. Макароны отлично сварились. Так что не обязательно много воды. Ребята, услышали большой плюх, и тут, скорее всего, ласка пришла ловить рыбу. Прямо здесь вот где-то рва начинается, камыши. Вот-вот здесь и был как раз помёт. Какая-то коряга. Помёт был. Вот в этом месте, прям вот здесь, непосредственно. Вот написано. Это база «Жемчужина-загородный клуб». Вот сюда пройти нельзя. Здесь служебный вход. Единственное, вот здесь вот есть место. Тоже на машине не проедешь, закрыто. А вот так вот можно вот здесь пройти. Вот так. А это, судя по всему, экотропа. Деревянный мостик. Какая красота. Здесь лавочка. Сейчас мы тут перекусим. Жаль, что стола нет. Вот, выходим. Вот видите, разлив большой. Кстати, боятся, что поводок будет сильный. Там, особенно вот, видите, как близко вода. Здесь обычно вот пляжик желтенький. А тут, там есть песочек, да. Ой, как я люблю, когда песочек красивый. Желтенькая. А там вот аж до забора вода дошла, я смотрю. Ребята, наш прекрасный сейчас пикничок. Вот такая крыша интересная. Похоже на падор. Да, и тени такие. И вы не представляете, как вкусно то, что мы едим. Это просто что-то невероятное. Вот у нас тут, это, грибной салатик. Очень интересный редис. Типа такое название, типа данон. Ну что, смотрите, ребят, водку надули. Пещей у нас как-то вот по количеству стало меньше. Из-за того, что вот у нас большой сейчас баул еще один появился. Значит, вот этот гермо-красненький мешок, это российский наш, порвался все. То есть, его, ну не знаю, попробую по гарантии поменять. Мы, конечно, туда положили где-то, где-то 5 литров воды. Вот. Ну не знаю, те у меня выдерживали. Правда, столько, может быть, не клали. Ну не знаю, все нормально, вот эти китайские. Вот, теперь вот этот синий я сейчас стала делать. Он плохо затягивает. Вот, Коля, как-то гигант мысли. Ну-ка. По-моему, я потянул, и он тянется. О! Не колюсенцы, а гигант мысли. Он что-то сделал, ребята. И тот тоже, вроде, тянется, понеху-то. Я вот три оборота сделаю. Три оборота вот надо делать. Вот, вроде здесь вот, ну-ка, уже не тянется все. А уже некуда, я вижу, что до предела. Здесь до предела дотянут. Там просто некуда тянуть. Так, здесь, ну-ка, здесь тоже на пределе. Вот, капельку осталось вот здесь. Вот, немножко. Так, и теперь вот эти осталось сделать. Там мы перекрестные делали. Вот, а здесь можно так попробовать. Вставляйте на тяге. Так, пошел дождик, ребята. Капает. Коля забросил спиннинг. Среди кустов, деревьев и травы. А вот такой громадный костер разжег. Шел ливень. Весь день шел ливень. То шел, то не шел, то солнце. Вот мы прибыли на очень красивую стоянку. Вот такие порывы ветра. Хорошо спороший холодный зимний ветер. Потому что мы около костра сидим. Вот такое у нас утро. Минусовая температура. Снег не тает. Надо было переворачивать лодочку. Да, вот, ребята, вот такой вот у нас снег. Вот так вот уже засыпало лужайку. Просто за меньше, чем за пять минут. Смотри снизу прям, ребят. Улыбнись, подружка дорогая. Ребята, опять начался этот северный ветер холодный. Мы еще промокли от волны. Я начинаю вытаскивать. Чувствую, что вроде как будто зацеп, но тащится. И как бы на зацеп не похоже. Я смотрю, там рыба. А в этот момент нас начинает прибивать к берегу в эти кусты. Прямо на середине озера находимся сейчас. Переплываем на другой дне. Я тогда, наконец, помогаю. Эта часть бревна под водой. Ага. А здесь будет дырка. И просто перебросить. Смотрите, ребята, завалено. Опять мы сидим. Мы прошли. Обычно это волочат. Полезла по какой-то тропке. Неизвестный. И тропали это. Ну, в общем, по камням лезу. Т statt Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...